Сегодня же Михаил Бабич и Михаил Игнатьев побывали на заводе промтрактор. Кроме того, полпред президента России в ПФО принял участие в церемонии награждения специалистов программы «Золотые кадры». Говорят, что браки заключаются на небесах, поэтому долгое время в России разводиться можно было только с разрешения церкви. И делала она это строго в рамках Библии. С приходом советской власти разводиться стали через суд. Процедура стала проще. Это повлияло на число браков и разводов. Сейчас же никакой проблемы для развода не существует. Может быть, поэтому статистика настолько печальна. России по числу разводов на тысячу человек находится на первом месте среди других стран. Как обстоят дела в нашей республике, узнавали мои коллеги. Многие юноши и девушки запоминают день своей свадьбы на всю жизнь. Этот день дарит много радости жениху с невестой, их родственникам, друзьям. Еще бы, ведь день свадьбы – это день рождения новой семьи. Но, к сожалению, как показывает статистика, многие союзы оказываются некрепкими и вскоре распадаются. За последние 9 месяцев в республике зарегистрировано около 7,5 тысяч браков. Это на 263 больше, чем в прошлом году. Но также увеличилось и число разводов. По итогам 9 месяцев мы констатируем, что число разводов, к сожалению, немножко увеличилось. Это порядка 3 тысяч, чуть с небольшим, 3 тысяч разводов зарегистрировано в этом году. Среди субъектов Приворского федерального округа – Татарстан, Удмуртия и Чувашия – показывают наилучшие результаты. Вот есть официальные статические данные по Росстату за 2012 год, там Чувашия занимает третье место, то есть на тысячу браков где-то 479 ими распадается. А в целом по Приворскому федеральному округу это где-то 500 с небольшим на тысячу браков распадается. По закону брак расторгается как по решению суда, так и по обоюдному согласию. Если у супругов нет несовершеннолетних детей, они пишут заявление о расторжении брака в ЗАГСе, и им дается месяц на обдумывание. Статистика показывает, 10-15% из них после беседы с работниками органов ЗАГСа передумывают разводиться. Также работники ЗАГСа воспитывают молодых положительным примером. Приглашают на торжество супругов, которые прожили вместе не один десяток лет. Дворец бракосочетания становится еще и местом встречи женихов и невест разных поколений. С супругом Тувалевым, например, такое слово как развод непонятно. Они недавно отметили золотую свадьбу. С 50-летием совместной жизни их поздравили в ЗАГСе. Николай Филиппович и Валентина Степановна вошли в золотой фонд юбиляров Чувашии. Вот она, награда за любовь. В их дружной семье двое детей, четыре внука и совсем недавно родилась правнучка. Познакомились Николай Филиппович и Валентина Степановна в Тульской области. По комсомольской путевке она приехала туда из Горьковской области, а он из Чувашии. Понравилось. Сидит девчонка там. Они же сидят обычно после работы там возле обширить. Понравилось. Такая косами. Тут эти завитушки такие. Через месяц знакомства Николай Филиппович уже предложил барышне руку и сердце. Так супруги Тувалевы живут душа в душу уже 50 лет. Самые счастливые, конечно, когда нам комнатку дали. У нас уже сын был маленький в бараке. А потом уже выросли, уже квартиру получили. Вот самое такое хорошее время. А сейчас уже они работают все. Внучки тоже работают. И так и держали друг за дружку. Некуда было. И жаловаться некуда было. У нас с детства я в детдоме выросла, у меня родителей нету. Муж тоже у него нету. Не было родителей. Так что друг за дружку некуда нам было бежать. Как говорится, друг. Она по вечерам вяжет коврики, а он разгадывает кроссворды и слушает песни молодости. Их часто навещают дети, внуки. И скучать совсем не приходится. 12 октября каждого года вся семья также собирается за одним столом. Именно в этот день поженились Николай Филиппович и Валентина Степановна. У нас папа спортивный был. Мы на велосипедах катались, и на лыжах, на коньках, и в бассейн ходили. Много путешествовали. Мы ездили и на море в Крым, и в Белоруссию. Очень много ездили, путешествовали. В общем-то, хорошее детство было. Секрет семейного счастья супругов Тувалевых прост. Любовь, понимание и уважение друг к другу. Возможно, именно этого так не хватает молодому поколению, которое продолжает пополнять ряды разведенных. Сотрудники ЗАГСа надеются, что положительный пример таких семей станет заразительным для остальных.